Вы это рады, молодежь, и действительно мы будем классно с вами работать. Смотрите, вообще вот этот курс, который мы сейчас здесь запустили, эту школу, вы можете смотреть в макро, что сама эта школа, это сам старт, это тоже старт. И вот, например, даже со стороны, смотря, какие этапы роста мы проходили, вы будете смотреть, как вот стартап, который называется стартап школа Сикорский Черниш, как она набирает обороты, и вот вы сегодня видите, человек 15 здесь как бы сидит, это первая пробная встреча, но вы посмотрите, как в процессе, дай бог, что у нас будет ситуация, как вот эта школа будет вырастать не только в количестве людей, которые здесь будут на этой платформе тусоваться и делать креатив, но также когда она начнет создавать еще дополнительные сервисы, дополнительные услуги, и будет просто распространяться какая-то платформа. Я уверен, что это произойдет, потому что, по крайней мере, мы уже начали это движение, сегодня мы выступали, например, перед директорами школ, где мы приходим с определенным видением программы для того, чтобы старшеклассникам давать определенное, скажем так, обучение, и бизнес, и андроид составляющую. И мы уже сегодня, в принципе, лучших из вас в будущее... Мы уже вас презентали. Мы вас уже продали. Мы не будем выдержать, но это не у них. Да, то есть, понимаете, насколько мы верим вам, что мы уже эту школу запустили, запускаем, и у нас там лучшие ребята, которые сейчас пройдут на нашу школу, они уже будут метрами для ребят помладше, и вот то, что вы будете метрами, это для вас тоже своего рода очень важный момент, когда ты начинаешь преподавать, когда ты начинаешь показывать, когда ты начинаешь вести, ты становишься этим лидером, и вот эту тему мы уже капу запустили. Поэтому вы посмотрите, как вот сама эта школа будет развиваться. И смотрите на развитие этой школы, как на процесс, как на стартный процесс. Я вам постепенно буду давать определенные тулы, с помощью которых вы сможете, скажем, проводить анализ происходящего процесса, и постепенно вот даже нашу школу сможете разобрать и понять, как вот этот бизнес, как этот стартап надо двигаться вперед. Окей? Ребят, поехали. Значит, давайте лекцию. Время по лекции. Здесь написано, if you want real growth, you have to have new technologies. То есть, если вы действительно хотите, как бы, здесь это относится даже государством. То есть, вот если, например, вернусь на один слайд, а еще на один слайд, здесь написано, израильский опыт в сфере инноваций, лекция на тему инновационной церкви, специфика создания успешных стартов компаний. Одна из моих лекций, может, Стас, я, помню, тоже что-то часть видел. Но я хочу здесь обратить внимание на вот такую тему. Глобальный экономический кризис выявил, который не данный совершенно, вот еще где-то там отголоски у него есть, помните, 2009 год, 2010 год, трах, и по все упало, никто никуда ничего не инвестирует, все застопорились, обрушились там копировки на бирже, помните, было такое дело. Вот, так глобальный экономический кризис выявил относительно небольшую группу стран, которые, благодаря работоспособной инновационной системе, продемонстрируют гибкость и тенденцию к долгосрочному росту. С чем это говорит? Это говорит о том, что если есть инновации, если есть инновации, то ты, в принципе, себя нормально чувствуешь в любой ситуации. Потому что когда все хорошо, все в шоколаде, как бы все нормально, ты всегда можешь придумать что-то такое, чтобы продать этим людям, у которых есть деньги. Людям, предприятиям, бизнесам и так далее. Потому что есть деньги, ты можешь с ними как бы нормально себя там вести свой бизнес. С другой стороны, когда кризис и плохо, и у людей болит голова, у компании болит голова, и нужно искать какие-то выходы, и сложившиеся ситуации, то, в принципе, если у тебя есть инновационная составляющая, ты тоже хочешь это продать. То есть, когда, например, у всех грипп, они покупают лекарства. Если ты производишь лекарства, ты на этих лекарствах делаешь хороший бизнес. Хотя можно прийти и сказать, вау, эпидемия, вообще, как бы никто не работает, все закрывается. Но кто-то на этой эпидемии делает нормальный бизнес. И вот это вот, как бы, я немножко утрирую, но я хочу, чтобы вы поняли. Плохой экономической ситуации не существует. Она может быть хуже, она может быть лучше, но если она плохая, это значит, кому-то плохо, и кто-то требует, и кому-то нужна помощь. И если им нужна помощь, на чему нужно продать эту помощь? И нормально на этом деле заработать. Окей? Это очень важный момент, он, как бы, знаете, немножко психологический, немножко философский, но если вы настроены на успех, то в любой ситуации вы можете успех, как бы, сгенерировать. Окей? Теперь, смотрите, экономист Ромарцову, то есть вот даже в 80-м году был ограничен Ноберовской премией, доказал, что хотя капитал и трудовые ресурсы определенно важны, технологические инновации являются существенным фактором для экономического роста государства. Вот. Ноберцов первый человек получил. И просто сказал там фразу, много денег на ты делал заработать, а не? На чем? Что вот говорит, ребят, занимайтесь инновациями, потому что практика показывает, что можно, как бы, преуспевать, если у тебя есть инновация. Вернулись к этому. Теперь пришел Израиль. Вот, как бы, Израиль, в 90-е годах у него стояла определенная дилемма, то есть написано, апельсины джафа или программное обеспечение. В 90-е годах интернет, как бы, начинает развиваться. Израиль неплохо себе зарекомендовал в сельском хозяйстве. Ну, вы не помните, ну, когда-то продавались эти апельсины джафа, это такой бренд, как бы, но это не только апельсины джафа, это, в принципе, классический, нормальный, стандартный бизнес, в котором Израиль на те времена, как бы, себя нормально, как бы, хорошо чувствует. И вот стояла, как бы, здесь определенная дилемма. В 90-е годах, как раз интернет только развивается, как бы, весь этот, как бы, рекал начинает двигаться, ну, и продолжает заниматься то, что ты хорошо умеешь делать, и себя здесь нормально подключусь, решили двигаться, как бы, неизвестный образ. Видите, да? То есть, со временем был выбран курс на хай-тек, и если мы посмотрим, например, здесь, это экспорт миллионов долларов, то как он, в принципе, как бы, пошел вверх, как бы, со временем, в годах. Классика, в принципе, осталась на том же уровне. Ну, Израиль, страна маленькая, знаете, даже если весь Израиль засидеть апельсинами, все равно много их не будет. То есть, ограничено. Но умеще, да, как бы, умеще позволяет создавать, как бы, хорошие продукты. Насчет умеще не надо рассказать вам. Красная площадь. И приходят еще все коммунистические времена, помните, Коммунистическая партия Советского Союза, приходят к главному, там, какому-то, в портком, нет, в портком, такое, говорят, слушайте, какой-то, в общем-то, непорядок. На Красной площади Карл Маркс метет площадь, и к нам не обращаются, что он метет. Вот, что он, что он, начали узнавать, вызывают, есть, дворник, дядя Васе, Карл Маркс, и вылет. Его вызывают, в портком, и говорят, слушай, дядя Васе, слушай, неудобно как-то, вот к нам приходят, там, смотри, туристы из этого, из Кубы, из Лаоса, вот, и приходят к нам, и жалуются, что как в стране победившего коммунизма, классик марксизма-люминизма, летет улицей. Ну, что ж могу делать? Ну, говорит, знаете, ну, вы в доме работаете, мы с ним будем, ну, да, там, вонять, продолжать работу. Постригитесь, да, там, постригитесь, побрейтесь, вон, ну, вы вылеты, кармемат, нельзя так, ну, гайка, ну, вот. Ну, говорит, ну, ладно, вот, побриться я могу, побриться я могу, постриться я тоже могу. Он говорит, умищи, умищи-то, куда я денусь? Поэтому вот, умищи, вот этим самым умищем можно создавать гораздо больше, чем ты можешь заработать на природных ресурсах, потому что они ограничены, да, или, скажем, если засаживаешь, засаживаешь зерном какое-то поле, ну, тоже ограничено. А вот то, что вот, как бы первая лекция, которую там, вы, может, слышали, да, что происходит сегодня? Мир практически без границ, большое количество людей, все это, большая глобальная деревня, все произведено технологией, и, а в принципе, мысль, она позволяет создавать вот креатив, причем это может быть один человек, или несколько человек. Они создали что-то такое, что если потом перекладываешь это на стоимость, value, для того, что они создали, это может быть, как вышка, не знаю, нефтяная вышка, которая добывает там нефть. Причем эту нефть нужно качать пару лет, для того, чтобы добраться вот по стоимости к тому, что он создает просто один человек, два человек. И вот это вот умища, вот эта вот мысль, они очень, как бы, израиль, на самом деле, как бы сыграло. Это страна маленькая, знаете, но они пошли вот впереди планеты всей, то, что касается технологий. Теперь смотрите, что здесь происходит. Рекрессивные, вот они пошли, это пошел экстрон, валовый внутренний продукт израиля, потому что так же пошел кубевер. То есть, есть четкая корреляция, смотрите, между технологией и прибыль. Теперь здесь я подходил в плане страны, вот страна решила пойти в сторону, как бы, инновации, вот она начала хорошо зарабатывать денег. Но то же самое можно, я могу вам сказать, в личном плане. То есть, если я вернусь сюда и вместо Израиля напишу здесь, как бы, что вот стоял здесь Израиль в 90-х, вот это, я вам напишу там Игорь, Андрей, еще кто-то. Вот у вас сейчас стоит дилемма. Просто идти устраиваться где-то на работу, да, работать программистом, классно, нормально. Но это вот, это вот. У вас хорошее начало, вы, как бы, хорошо себя будете чувствовать. Это свой же хороший конец. Нет, нет, нормально, все, все, все нормально. Ну, это классика, ты, как бы, не выходишь там, у тебя нет возможности выпрыгнуть. А вот здесь, вот в этом креативе, в этой инновации, вот именно в человеческом подходе, это то же самое, только перспектива государства, вот это перспектива на личность. И здесь появляется возможность. Теперь, когда ты идешь, начинаешь создавать вот этот вот хайпик, личный хайпик, когда начинаешь создавать вот личный вот этот вот креатив, точно так же растет и ваша прибыль. Это прибыль не то, что вам платят хорошие зарплаты, а это прибыль, которую вы можете создавать за счет того, что вы создаете value, за счет того, что вы создаете, как бы компания слушала, что за эти идеи, окей? Понятно? То есть я не просто сразу рассказал, как Израиль здесь как бы там поднялся, я просто показываю, что там пример, где есть четкая связь между умещением и деньгами. Немножко о революционном Израиле сегодня, я просто почему-то говорю, потому что маленькая страна, но у них самая высокая в мире концентрация новых компаний. Окей? На NASDAQ, ребят, что такое NASDAQ, знаете? Нет. NASDAQ это биржа высоких технологий, которая в Нью-Йорке находится, и вот это, на этой бирже, когда компании делают public official offering, так называемые IPO, вот когда компания там начинает продавать свои акции, знаете, на бирже или, знаете, мне там зарабатывают кучу денег, вот как называется NASDAQ. Причем у NASDAQ есть еще несколько бирж, но NASDAQ это там, где, в общем-то, хайперские компании выходят на IPO. Так вот на NASDAQ котируется больше израильских компаний, чем всех компаний европейского континента. Представляете, как бы, израиль, 8 миллионов человек и, там, 200 миллионов, все евро. В 2007 году инвестиции венчинного капитала в движении селения Израиля были в 20 миллионов раза выше, чем США, а больше в 300 раза выше, чем евро. И вот страна, там, 7 миллионов человек привел почти 2 миллиарда долларов венчинного капитала, столько же срок, и Германия, и Франция вместе взяты, за такой, как бы, коллажей с технологией. И здесь несколько историй, как бы, расскажу, потому что эти истории интересные, они дальше будут у нас тоже, как бы, идут определенные ассоциации. То есть Интер. Ну, казалось бы, да, Интер с американской компанией. Все знают, Интер с американской компанией. Ну, вот, процесс создания многоядерных процессоров, слышали, наверное, Dual-Core, да? Ну, ребята, вы, наверное, все слышали. Dual-Core, Quad-Core, 8-Core. Когда там, в одном процессоре, у тебя есть несколько вычислительных ядер, которые делают вычисления. Так вот, где-то в начале, ну, как бы, в 2000 году, в начале, там, 2002-2003 год была очень большая проблема у производителей hardware, у производителей процессоров. Почему? Потому что увеличение, скажем так, частоты обработки сигнала очень сильно влияло на выделяемую теплоту этого процессора. Вот любой процессор, вы берете любой компьютер, да? Фан стоит, как бы, кулер стоит, да? Он, как бы, охлаждает. Причем, что там, как бы, какая там зависимость, закономерность есть? Законерность там существует такая, что, если ты в два раза, если в два раза увеличивается частота обработки сигнала, то количество теплоты, которое выделяет процессор, увеличится в кубе. То есть, не линейная зависимость, а кубическая. То есть, в два раза увеличили частоту, в восемь раз увеличилась теплота. Пау. Окей? Теперь, для того, чтобы, ну, компьютер же должен развиваться, но все время должен, как бы, быстрее, быстрее работать, что делают? В технологии производства силикона, в технологии производства процессора, есть, как бы, понятие, как швы, швы, уменьшение. Как бы, в чем, как бы, основная задача, ну, смысл? В том, что ты, в принципе, как бы, пытайся уменьшить, ну, технологии пытаются уменьшить размер транзисторов, да? Их, как бы, ставят один за второго как можно, как можно ближе, для того, чтобы время передачи сигнала уменьшалось. И поэтому частота увеличивается. Как только увеличится частота, у тебя увеличивается производство теплоты. И поэтому возникает такой момент, когда у тебя, когда в этом процессоре, скажем так, количество теплоты на единицу площади становится таким, что сам, по себе, материал, из которого этот процессор сделан, не выдерживает, он плавится. Это, как бы, высокая ракета. То есть, ну, до какой степени получается там, большая, большая такая интенсивность этой единицы. И, в принципе, весь мир, где-то, вот, в 2000-ый год, как бы, большие крупные компании, какие Intel, AMD, Toshiba, и вот такие вот, большие, крупные производители процессоров, были в большой дилегре. Что делать? И вот эта технология, которая начала в Израиле разрабатываться, мне сказали, вместо того, чтобы делать одно большое ядро и все время увеличить частоту выработки сигнала, давайте сделаем два поменьше. Каждая из них будет работать на меньшей частоте. Но вместе они будут производить гораздо больше, чем одно отдельно взятое. Окей? Понятная идея? Теперь, казалось бы, идея, да, инновация. Вот, как бы, эту инновацию с распростертыми объятиями сейчас все возьмут и будут, как бы, использовать. А теперь, что получилось? Что, когда вот с этой идеей, вот эта группа людей, которая работала в хайфе, в Благодаря, пришла к руководству Intel, и начала предлагать, вот, давайте, вот, сделаем вот так, вот, классно, поэтому уже можно сделать два ядра, можно сделать четыре ядра, в принципе, ты можешь вернуться к тому же самому закону Мура. Они на первом этапе получили его ответ – нет. Нет. Почему нет? И тут ты начинаешь анализировать. Ну, как же, какая классная, вот, инновация, почему руководство говорит – нет. И здесь включается другой подход, как ты эту инновацию начинаешь выразить под воноры. А что там произойдет? Из-за того, что на протяжении вот этих, вот, пятнадцати лет, даже больше, все понимали, что если ты увеличиваешь частоту сигнала, у тебя увеличивается количество обработанного, ну, обработанных данных, то уже выработался определенный, определенный стигма, определенный, как бы, взгляд на вещи, где стоимость компаний, где стоимость компаний на бирже, стоимость их акций определялась частотой процесса. И все, как бы, биржевые брокеры, и все, кто там этим делом занимались, они все время отслеживали, когда же, наконец, кто-то выйдет и покажет, сколько они, какую частоту, так, какую частоту они могут вставить в свой процессор. и таким образом, как бы, цена акций определялась с компанией, определялась с данным вопросом. Кто работал на компьютере с частотой двадцать мегабит? О. А? О. А сегодня сколько? Да. Даже они не знают, как это выглядит. Не, ну че, у нас есть, как бы, все нормально. А сегодня какой, кстати, у нас там? Ну, вот тут, я не знаю, как происходит. Ну, от двадцати работают. Ну, ребят, представляете, вот как бы, складывается бизнес-ситуация, где, кажется, ты приходишь с такой классной, как бы, инновационной идеей, и ты ее не можешь провести, потому что так, как бы, мир на тебя смотрит, что чем выше частота, тем, значит, ты более крутая компания. И вот у группы, которая занималась этой разработкой, взяла порядка полутора лет, даже чуть больше, пока они смогли убедить руководство, что вот эта вот технология, по большому счету, может на определенном этапе помочь имперу подняться на тот уровень, на котором он сегодня есть. То есть это было совершенно непросто. Они искали, как им объяснить. Были очень много поездок, как бы, в Санта-Клару, в Америку, доказывали, что все, как бы, нормально. Конечно, в итоге мы сделали. И первый, скажем, двухъядерный dual core inside, это тот процесс, который был разработан в HiFi, и действительно, когда Intel вышел с dual core, и показали, что у них, как бы, каждый core, работал на полтора джига, вместо того, чтобы как бы был на трех, вот где-то там, на три и так далее. То есть даже вот посмотреть, помните, был 286, 386, 486, да? Pentium-1, Pentium-2, и где-то все это остановилось на 3,5 джига, да? Если не ошибаюсь. То есть не было там 6, 4, даже 4, 5, 6, 7, 8, не было. То есть там все как бы остановилось. И единственный, как бы, момент для того, чтобы увеличить непроизводительность, это вот эти ядра. Причем, когда Intel вышел с вот этим двухъядерным процессором, его акции выпали на 10%, на 10-12%. Почему? Потому что вот эти аналитики, о которых мы говорили, они начали, ну, они же по определенной методологии смотрят, на что происходит на рынке. А! Иначе Intel не может справиться. Вот они, без того, чтобы увеличивать частоту, они ее опустили. Акция упала. Срать! И потом ушел рекамер, и, в принципе, Intel, благодаря вот тому, что они, в принципе, были первыми вот с этими сначала с зумя ядра, а потом с зумя ядра, то есть они поднялись на тот уровень, на котором мы сегодня поднимались. Вот это вот сам факт. Потому что казалось, вот, да, классная идея, большая компания. И то, даже вот в большой компании классную идею завести и сделать из нее такой вот инновационный прорыв, ну, так просто. Не говоря уже о том, что мы говорим о стартапе, когда идея может быть классная, но нет поддержки, и нужно выстроить этот процесс, и нужно завести его на рынок, и нужно найти партнеров, и так далее. Большие компании, выведя инновацию, тоже эти проблемы. Что у нас здесь еще есть? Ребят, что бросается вам в глаза? Checkpoint, я не знаю, слышали или нет, но в принципе вы в области технологической. Это компания, звездная компания, которая выпускает, называемые Firewalls. Как на русском будет Firewall? Firewalls. Как? Дэнмаузер. Дэнмаузер. Ну, вот Firewall, ну, Firewall тоже используют, да? Вот Firewall, причем они специализируются в основном на крупных клиентах, которые банки, государственные предприниматели очень большие и так далее. Ну, Израиль вообще славился там своей security, поэтому вот они подошли на рынок. ICQ, да? Помните? Я, в принципе, ICQ называю своего рода прападушка, можно так называть, или там прадедушка, другой очень такой серьезной платформы, которая с ними существует. Какая? Sky. Ну, даже еще можно дальше пойти. Что? Facebook. Facebook. То есть, в принципе, вот они были первыми, кто заложил основу social. То есть, видите, вот там как бы с аськи, как это все дело развилось, и вот сегодня находят социальные сети. А вот тут это пошло как бы в начале, причем там, может, дальше будем как бы тоже немножко разбирать, потому что они, например, зашли на рынок буквально 3-4 недели они были перед другой компанией, и они зашли благодаря тому, что отец одного из участников этих там моделей, ребята, как бы называли эту компанию, он просто вложил деньги, купил эти несколько серверов, и благодаря этому они выскочили на рынок и пошли как бы первыми. Буквально бы 3-4 недели он бы не вложил эти деньги, кто-то другой бы поднялся. Это тоже момент, со старта там такой, знаешь, успел, не успел. Вполне вероятно, что кто-то другой мог бы зайти, и это было бы не Аська, а там и на русском. Еще каким-то другим словом. Сандиск, да, флешка, тоже из Израиля, потом мы коснемся этого человека. Voice over IP, то есть в принципе сегодня скайп, которые такие большие платформы, где используется интернет как часть, как платформа, через которую передается звук, разработана Voice over IP, израильская компания, которая называлась VocalTech. Было бы давно, но они первые обычно с этим протоколом, который развился. PHP наверняка, да? Знаете, Форзерис тоже начался оттуда. Given Imaging, это вам еще рано знать, но в принципе сам подход интересен. Кто-то слышал о Given Imaging? Нет? Это связь IT с медициной. В чем эта связь здесь заключается? У людей, у которых есть проблемы с кишечно-желудочным трактом, их на определенном этапе им дают глотать зонт. Очень неприятно, я не пробовал, но люди, которые пробовали, говорят, очень неприятная процедура. Причем, ты его не только туда, а вот когда его оттуда, еще больнее. Что там? Все дерется. Толщиной избавиться. Что? Толщиной избавиться, а потом оттуда. Я говорю, в чем здесь идея? Идея заключается в том, что ты берешь пилюлю, глотаешь эту пилюлю. В этой пилюле так, встроена веб-камера, встроена вспышка, встроены Wi-Fi передачи, которые что-то делать. То есть, когда ты глотаешь эту пилюлю, она естественным образом идет, и 20 раз в минуту она фотографирует все, что вокруг, и передает на монитор компьютера всю эту информацию, и врач, в принципе, находясь возле клиента, может практически видеть все, что он раньше взял зонт. IT? IT. Медицина? Почему я, в принципе, поставил вот эту вот компанию сюда? Потому что вот эта связка между IT и другими направлениями очень и очень сегодня дает продуктивный результат. Потому что количество, скажем, идей, бизнесов, направлений сегодня очень большая. Не везде вот эти направления дошли в своем развитии до уровня, когда IT уже применено на высоком уровне. И, в принципе, ты берешь идею вот эту, причем, понимаете, камеры эти существуют, да? Wi-Fi передачи существуют. Синтегрирование этой суммы не так сложно. То есть, если ты просто создать, вы сказали, давайте вот создадим вот такую вот, не пилюль, а просто создадим вот такую вот штуку, которая фотографирует, передает там на батарейке, и движется, и может вот как бы работать в автономном режиме, не знаю, 20-30 минут, это как бы нормально. Придумать, что вот эту вот штуковину нужно дать человеку заводнуть, и она там вот это путешествие выдает эту информацию наружу, вау, компания 100 миллионов долларов. И вот этот вот креатив увидеть сверху, возможность совместить вещи, которые, казалось бы, ну что там между медициной и Wi-Fi, да? Ну, тут разные совершенно направления. Совместили, и через компанию еще. Причем этот парень, который и не раздел, основатель, он перед этим работал в промышленности, которая делала в военной промышленности, потом на другом этапе он решил уйти, создать этот старт, и я читал о нем несколько историй. он покупал на начальном этапе разработки, покупал толщину куриц, для того, чтобы вставлять туда вот это передающее устройство и посмотреть, как он будет, сигнал проходить, насколько он будет там вайбраться. Этапы развития проходили тоже смешные. Вайбр, да? Слышали? Израильская технология. Экзит буквально в двух днях. Почти миллиард долларов. Я буквально герман зачитал. Вот казалось бы, да, вайбр. Компания, которая предлагает, в принципе, разговаривать бесплатно, используя 3G, между людьми в разных странах. Аля Skype? Ну вот казалось бы, да? Skype, ну как уже можно зайти в этот рынок? Skype там есть. Microsoft купил Skype за сколько? За много. За много. За много, да. Если не знаешь, говори за много, потому что если бы за мало, я бы не спрашивал. За 8 миллиардов долларов год назад Microsoft покупает Skype. Да? Ну вот казалось бы, я... Посмотришь на ребят, которые решили там создать что-то а-ля Skype для мобильных. Ну кому? Кто ж там эти деньги? Уже же есть такие эмоции, которые как бы заняли этот рынок. А что вдруг оказывается, что для того, чтобы просто Skype нужно его запускать, а вот эта программа тебе дает возможность без того, что ты нажимаешь эту кнопочку и не регистрируешься. То есть гораздо как бы поменяли юзеры TFS, добавили какие-то такие вещи, которые те скажи не отработали, бах! Покупают за миллиардов долларов. То есть даже тот подход, что например уже там, ну там что-то существует, уже работает, по-прежнему всегда нужно что-то найти. Потому что динамика изменяется, юзеры поменялись, они стали моложе, им Skype не интересен, потому что Skype пользуется там их папой. И только вот на этой ситуации у тебя может появиться как бы новое направление для развития бизнеса. А вот эта что, а вот эта динамика, она все время есть. Окей? Waste. Слышали? Да. Там Google купил Waste за миллиард триста миллионов, буквально вот пару месяцев назад. Waste, мы потом еще, может коснемся этой компании. Ну чем она интересна компания? Они создали навигатор. Навигатор. GPS-навигатор. Технология, которая существует уже лет, наверное, 10. Я еще вот, семь или восемь лет назад прилетал в Америку, я помню, прилетали, мы тут купали, ну, брали навигатор, я тут задавал, как доехать с точки А, точку В через GPS. И что-то телефона, смартфона бы-то не было, это все было еще там. Технология существует. Теперь что сделали Base? Они сказали, да, доехать с точки А в точку В по карте, но проблема. Но проблема в чем? Проблема в том, что то, что происходит на дороге, все время меняется. Сегодня есть пробка, завтра нет пробки. Или есть авария, нет АБ. Есть регулярный ЦА, есть регулярный ЦА, есть регулярный ЦА. Есть полицейские, которые там проверяют свою скорость, нет полицейских. То есть информация вокруг вот этого, статического, из пункта А, ну, Б все равно меняется, все равно меняется. Теперь очень трудно, очень трудно создать алгоритм, технологии, как бы там, Artificial Intelligence, который бы просчитывал, вычислял, предугадывал, что произойдет вот на этом участке дороги. Трудно, да? Теперь со спутника запускать, что фотографировали, анализировать, тоже проблема. Делать вот такой Artificial Intelligence, тоже есть. Еще они сказали, они сказали так, что водитель это ездит у нас, да? Водитель это все время видит, пробка есть, пробки нет. А почему бы мы, когда нам, как бы эту информацию с водителей не вытащить, и не дать им возможность через вот этот смартфон аппликацию сделать outdate? То есть, у меня там аппликация есть, и если я там еду, вот эту дорогу в Израиле, и я просто приостанавливаюсь, потому что мне спрашивают, уважавый Игорь, а что тут пробка у тебя шо, или что ты тут приостановился? То есть, она как бы начинает анализировать, что перед этим я ехал со скоростью 80 км, или 100 км, и сейчас я там еду со 20 км, наверное, и он проверяет, наверное, ты все-таки, не то, что ты остановился сейчас на перехлёстке, но поехал, если 5, или 6, или 7, или 8 минут ты едешь там со скоростью будет, может пробка? Он спрашивает, пробка есть? Ты говоришь, ну там есть пробка, например, тебе там сразу поинты какие-то, вот классно, что ты нам помог там сказать, ты поинты там генерируешь. И что происходит? Оп! Люди сказали, видишь пробки, действительно пробки, сказали Яндекс.Пробки, что там такое, да, есть? Есть. Есть, да. Ну вот, ты так начинаешь передать это дело, потому что, а пробка, значит понятно, где начинается, где это кончается, потому что пока ты уже видишь, потому что там, где люди начинают уже ехать нормально, ты писал, что пробка закончилась? Да. Значит четко можешь понимать, что вот еще два километра пробка, потом конечно будет нормально. Встали от этих полицейских с камерой, если там, борщу скоро издал, а тебе, тык-тык-тык, там за полкилометра, притормозит, там вот нам сказали, что там дядя с камерой стоит, притормозит. И, когда юзером это начало пользоваться, многие начали сделать даун, причем ты снимаешь эту аппликацию совершенно бесплатно, но количество сервисов, которые ты от него получаешь, оно становится действительно очень удачным, потому что она тебе не просто говорит, там пробка есть, а тебя начинает, с точки А в точку Б, но знаешь, вот раньше, если бы не было вот этой дополнительной информации, вы просто просчитали, как доехать по кратчайшему пути. А сейчас из-за того, что на кратчайшем пути у тебя есть пробка, то вполне вероятно, что тебе сейчас стоит проехать вот так, но ты действительно туда приедешь, там я не знаю, в два раза быстрее. И я вот начал пользоваться, и казалось бы, у меня действительно было, буквально передать я за пару таких моментов, когда мне нужно было успеть на встречу, и я выезжал, даже не спрашивая рекомендаций, ты же знаешь дорогу кратчайшую, то выехал, встал. Потом ты же включаешь, что там приказываешь, насколько же не стоять. Он говорит, тебе стоять, 45 минут. Вау, через 20 минут уже встреча. И он тебя тоже начинает вырисовывать, а ты проедешь сюда, а тут развернись, вернись, где ты был, переедешь эту дорогу, какими-то полями у тебя там проводят, и он показывает мне, что ты опоздаешься на 5 минут. Я звоню на встречу, я говорю, смотрите, я там в пробке, но вот мне выезд показывает, что через, там, опоздают только на 5 минут. У них нет проблем. Я действительно проверяю, я приезжаю, действительно через, на 5 минут к опоздаю. И вот, и вот здесь ты начинаешь понимать value. Да? вот те, как бы, преимущества, которые эта аппликация тебе дает. И вот на собственном, что называется, зашкуре, ты начинаешь говорить, ау, классно. И ты ей начинаешь пользоваться. И вот точно так же, эта аппликация начинает пользоваться сотни миллионов юзеров, там, по миру. Начинает делать download. и когда Google увидит, что вот эти сотни миллионов юзеров уже начинают, как бы, ей пользоваться, они приходят, и говорят, мы хотим его скупить. Причем за очень серьезные дни. А почему за серьезные деньги? Потому что Facebook тоже, как бы, положил в глаз, он говорит, мы их тоже, какие-то, и начинается перетягивание каната, и в конечном итоге Google покупает за миллиард триста тысяч миллионов. Нет, миллиард триста миллионов. 1.3 миллиарда. А каната смотрит, что это организовывало? Да, парень, молодой, который вот, он делал так называемый electronic maps. Да? Технология. Технология, ну, сказать, что вот эта международная технология и экзита, почти полтора миллиарда долларов есть какая-то корреляция, нельзя. Потому что, чисто технология от каких денег не стоит. И Google покупает, у Google, вот казалось бы, да? Google купил такую компанию. У Google навигатор. У Google Google Apps, да? На любой улице ты можешь посмотреть название магазина. Ну, то есть, казалось бы, как Google может прийти и купить вот небольшую компанию, которая создала такую технологию. У них же все для этого есть. Почему они это делают? Почему покупают? Только потому, что благодаря вот этой технологии и вот этому подходу к юзеру, они создали базу данных сотни миллионов юзер. А Google интересно. Почему это интересно? На чем Google сегодня зарабатывает? На рекламе. На рекламе. На AdWords. И он говорит, а если вот эти ребята проезжают на этой дороге и у них сейчас там пробка, а у меня здесь есть магазин, который там рекламирует. вот я вот этим, кто вот на этом, как бы, перекрестке становился, я вообще с попом. Шлагбаум поставил. Да. Пейте кофе. Не попьете, не запустите. Теперь, казалось бы, тривиальные вещи, да? Big business, ребята. Big business. И вот понимание вот этих вот процессов очень и очень важно. Потому что это сегодня не только технология и не только бизнес. это технология, которая позволяет делать бизнес. А все из-за креатива. И вот это я хочу, как бы, вам передать, ребята. Все из-за креатива. Потому что на аутсорсинге есть много компаний, которые занимаются аутсорсингом. Есть Индия, есть Китай, есть Ирландия. То есть, и большие компании там тоже представлены. Окей? Они тоже нам представлены. Там, как бы, работают в нормальной крупной коллективке, которые работают, которые делают. Но когда нужно создать что-то такое, какой-то креатив, все-таки ищут ребят с креативом. Понимаете? И когда, например, компания, R&D-центр в HiFi вот создает Dual Core, потом Quadro Core и так далее, а потом крупная компания вот на этой инновации делает себе большой бизнес и большой это, вот там вот креатив. и поэтому, вот этот креатив мы будем с вами вместе здесь создавать. Чтобы ты не спал. И вот, израильская форма успеха, это государственная поддержка инноваций плюс человеческий фактор. Во-первых, в государстве мы сейчас видели в Азии что-то, как что-то государство делает, мы не релеванты. Но человеческий фактор, он очень важен. Поэтому, даже если государство поддерживало, не было человеческого фактора, новый, работать не будет. Понимаете? И вот мы, человеческий фактор. Ну, для этого здесь, потому что мы хотим человеческий креатив с вами вместе создать. У нас там сильная академическая база, но заметьте, как бы, семь ток университетов с передовыми рандинцентами. Семь. В Киеве, наверное, двадцать. То есть, этим как бы не возьмешь. Что да, что тесно связаны между академией и индустрией. То есть, вот это как бы важный момент, когда, для вас тоже, как бы, интересная информация. Здесь у нас же академия и индустрия, для примера, Вайцлавный институт зарабатывает всего непорядка 100 долларов за счет авторских гонораров за патенты. Вот. Стретия местного ряда среди экономических центров. Вот это вот, скажем, трансфер технологии, что называется, помочь. То есть, ты создаешь идею, продаешь, зарабатываешь на том, что кто-то другой делает продукт, выпускает и зарабатывает дело в детстве. Ну и, уехало немало ребят, как бы, из Советского Союза, в Израиль в свое время. И, вот этот креатив, он, как бы, они дали так лучше. Здесь есть определенный график, именно соотношение ученых, технических солистов на 10 тысяч рабочих. То есть, видите, в принципе, Израилен, как бы, 140, в Америке 83. То есть, вот это, как бы, соотношение, оно очень, ну, и влияет. То есть, опять-таки, умеющие копии, вот этим умеющим вы и возьмете. Еще один момент, который очень и очень важен, если вы заходите в область инновациям, стартупов, и так далее. Неудача не значит поражение. Вот запишите, вернете сегодня домой, запишите вот у себя, вот эту фразу, неудача не значит поражение. Очень и очень важно. Вы будете открывать стартупы, вы будете открывать проекты, и они будут, некоторые из вас не получаются. Это не значит, что, все, я не такой, как все, которые делают эти идеи, вот у них получилось, если у меня нет. Наоборот, каждая удача должна, в принципе, приближать к следующей удаче. Вот, для примера, Don Moran, это человек, который придумал дистанцию, флешку. Вот он создал флешку. Эту самую флешку, он как бы создал компанию в 1980 году, компания называлась M-System Flash Disk Pioneers, 2006 год, компания американская Sandisk купила M-System за 1,5 грамм на долг. Большой бизнес, большой экзен, заработал, целую кучу людей. Окей? Два года он отдыхал, его все в правильном интервью, он известен на блокаде, он ослеплялся. Созрел, и в 2008 году он создал компанию моду, называется Make New Connections. В чем, как бы, идея заключалась по поводу? Это как раз, видите, какой год, 2008 год шелось, 2007, 2008, что там появляется у нас? Видим. Что? Матрица. Крыса. Крыса? Крыса. Крыса. А, крыса. Не, ну у нас, как бы, Стив Джобс начинает выпускать айфон, да? Первые смартфоны появляются и так далее. И вот он приходит с такой, а первые, как бы, там, были большие телефоны, он приходит и говорит с такой идеей, говорит, в принципе, вот в этом телефоне, да, вот в этом телефоне, самое главное для человека это позвонить. Вот, опять-таки, вот взгляд к рубеже. Позвонить и контакты, которые у него здесь есть. И поэтому, он говорит, если, например, сейчас куда-то пойти побегать, пойти там поехать, или еще что-то, и неудобно брать большой с собой телефон, если бы у меня был такой модуль, который я мог вытащить, я вот с этим модулем, как бы, его маленький, и там, как бы, весь его мозг, как бы, в этом модуле, как бы, и есть. Вот такая идея. И он начал создавать. Наверное, ты смотришь на человека, и есть определенная последовательность, ты начинаешь нарядировать его, ну, взгляд на жизнь. То есть, вот там он сделал, ты знаешь, маленькое, туда он ставил, как бы, информацию. И он говорит, ну это большое, он тоже каким-то образом уменьшил. Как уменьшим, сделаем такую вот моду с контактом. И, короче, он начинает разрабатывать эту технологию, приходит вот с этой технологии, начинает там, организовывать компанию. И в эту компанию он вводит практически 100 миллионов долларов. то есть, когда мы смотрели, какая-то все начиналась у него, то и он, ну, знаете, пошло-поехало. То есть, он говорит, ну, это значит, это будет не просто там модуль, а мы сейчас делаем такую тему, как, знаете, как неделька. То есть, например, представьте себе, что ты начинаешь продавать, как бы, конверт, ну, конверт, скажем, упаковку модуль для этих телефонов, куда ты можешь там каждый день вставлять вот этот модуль в тебе, как будто, новый телефон. То есть, ты сегодня пришел там с красным телефоном, завтра там с зеленым, после завтра там синим. Как бы, он один, этот модуль, а вот оболочка, как бы, разная. Причем, как бы, там начинается развиваться этот бизнес, это там, в него вкладывают много денег, мы сейчас увидели, да, и подходит к тому, что пишут патенты, например, как, скажем, вот этот модуль, можно вставить в компьютер, и компьютер сделает мобильным телефоном. Или как, например, он говорит, ну, в компьютер, в мобильных телефонов, там есть же камеры, ну, он говорит, а почему, как бы, в фотоаппарат не вставить модуль, из фотоаппарата сделать мобильный телефон. То есть, пошло и понятно, то есть, как бы, начали развивать, развили, вот, собрали 100 миллионов долларов, а через три года компания прокрутилась, потратив 100 миллионов долларов, вот один парень, уволили там, кучу работников, и все это у него обвалилось. Я понимаю, какой стресс человек пережил, просто, знаете, после успеха, потом бах, такой провал, ну, в следующем проекте, я знаю, сейчас уже начинают демонстрировать, там, все, что касается, там, биотехнологов, и так далее. То есть, все, процесс пошел. И это важно, потому что, чем, например, вот такой подход отличается от, от корейского подхода. В Корее, например, люди, как бы, молодые, молодые ребята, которые хотят заниматься технологиями, они, как бы, в основном нацелены на больших крупных компаний, да, то есть, и те, там, работают, там, в LG, Samsung, Babywood, и так далее. Почему? Потому что, у них, на ментальном уровне, заложенцы говорят, что, вот, если ты что-то начинаешь делать, а это не получается, то все, харакина. Не, серьезно, кого там здороваться не будет, почему? Потому что ты неудачный. Потому что, ты вот что-то начал делать, и у тебя не получилось. Все. И поэтому, очень многие ребята, там, как бы, молодые, умные, нормальные, креативные. огромные. А, если меньше в Израиле? Не, кстати, я вам, помнишь? Вот, когда приезжали в Израиль, там была группа молодых ребят, правительство Кореи, направленную группу, 20 или 30 молодых, этих самых, корейцев в Израиль, для того, чтобы учить интерпенерство, каким-то образом, как бы, развивать это. Потому что они, да, у них голова светлая, но единственное, что они в какой-то ситуации делают, это зайти в большую компанию, что там 40 лет вы работаете, достигнуть какого-то там высокого положения. И вот для кримитива очень важно вот это вот, чтобы не было этого стопора. Да, надо делать, но не бояться неудач. Это понятно, что что-то не получится, но то, что не получится, не значит все, типа, я неудачник, и наоборот, дальше. Я хочу показать, смотрите, в 96-м году в июле они основали эту компанию в Тель-Авиве, вот буквально там через 2 месяцев был там первый клайн для Windows, а потом вот буквально там назначились год. Их первый миллион этот был пользователем. Практически через 2 года их купили за 400 миллионов долларов. Причем это, скажем так, было 4 молодых парень, которые 20 плюс, закончили там, начинка с первой двойцетей, закончили армию, да, и пришли... Да, они, по-моему, в Технеоне это делали, я просто ездил туда, и нам об этом говорили, то есть помогли. Мы учились, да, то есть они как бы в процессе обучения в Технеоне решили вот открыть, как бы, то есть не то, что, знаешь, там 30 лет, то есть 10 лет уже после... Вот, ну да, ребят, 20 плюс, пустая армия, как бы, в процессе обучения в Технеоне создали вот эту компанию. Ее продали за 400 миллионов долларов, причем это был своего рода такой бум в Израиле, как молодые ребята, которым там по 20 плюс, вот они там кэшем заработали по 100 миллионам на брата. Естественно, здесь как бы инвестор был, причем главный инвестор, помните, о нем говорил, это отец Арика Варги, его звали Йоси Варги, он такой гуру, потому что на тех деньгах, которые он заработал на ICQ, он там открыл что-то порядка 20 стартап-компаний, причем некоторые из них были довольно-таки успешными, то есть создал целый такой экосистем. В 2007 году несколько основателей ICQ решили открыть еще одну компанию, называлась Knocka TV. Теперь, что там из-за этого Knocka TV? Они чтобы хотели сделать какой-то sharing, типа, YouTube. То есть как раз YouTube вдруг начинается, и вот они приходят с какой-то такой идеей, типа Broadcasting, sharing, тадададат. Делают. В течение года компания упала, потратила 3 миллиона долларов, и наверняка эти ребята, вот я знаю, что там участвуют еще в дополнительном проекте. То есть я почему-то показал пару и несколько слайдов, что даже на людях, которые здесь как бы преуспели, и реферанс у них классный, и им доверяют, и деньги им дают, все равно существует вероятность того, что что-то не получится. Самое главное продолжать после этого делать то, что будет сделать. Небольшой коллажек всяких там компаний. Почему я это сказал? Общая сумма инвестиций в эти компании составляет порядка 2 миллиардов долларов, то есть здесь есть имена, которые кто-то уже слышал, кто-то еще не слышал. Ну, я чисто так, коллаж, чтобы вас ввести в курс дела, PowerMet, можно слышать же, да, оно уже как бы... В чем как бы здесь идея заключается, что ты вместо того, чтобы включать штул для зарядки телефона, у тебя есть определенная как бы вот эта вот батарейка, которая вставляется, скажем, в телефон, и ты потом как бы крутишь просто на Мет, и индукция там заряжена. Казалось бы, да, есть какой-то физический там процесс, но вот на этой идее создается в целом как бы большая компания, и в них там проинвестировали 300 миллионов долларов. Их там продают по Америке тогда, если там в машину их вставляют, потому что в машине неудобно там вставлять зарядку, так и пришел, положил на коврик, и там заряжают. Праймсенс, наверняка знаете, может даже там играли, иксбокс, да? Кинек, знаете? То есть когда ты начинаешь играть в Bauman или еще что-то, причем здесь, что они придумали для компании, они, в принципе, поставили анализ обратной связи, то есть у тебя есть сенсор, который улавливает тебя, труба игрока в инфракрасном излучении, обрабатывается сигнал, и твой, скажем, образ вставляется обратно в программу, и там выигрует, и начинаешь быть как бы интерактивным, окей? 800 миллионов долларов, то есть 80 миллионов долларов вложили, как бы в Microsoft, и там, что было видно, закупил. То, что касается очень сильно, в последнее время развивается, скажем так, cloud, да? Облачные вычисления, естественным образом, когда все в облаке, все, что касается security, очень-очень важно. Поэтому, как бы, есть целое направление, которое сейчас сильно развивается, как бы, на security в облаке. У X кто-то сошел в компанию, да? Мой, как бы, хороший товарищ, он по нему сейчас пошел в них работать project-менеджером, столько не пытался какой-нибудь проект делать. Ну вот тоже, да, казалось бы, ну что там можно уже создать до нового в создании сайта? Ну уже столько этих компаний на создании сайта, столько каких-то бесплатных каких-то движков. Ну вот они сошли в свою нишу, создали эту компанию, где вот создали очень классный юзер-интерфейс, да? Добавил туда флеш немного. Ну и все. Смотрите, собрали 60 миллионов долларов, и, казалось бы, в начале, когда юзер записывается, бесплатно, да? Сможешь просто бесплатно записаться, скачать, построить сайт. У них есть, вот, было 13 миллионов, мне кажется, около 20 миллионов пользователей, как бы, у них находится в сайте. Бесплатно. Вот вопрос, как им деньги зарабатывать? Почему этот бизнес, как бы, существует, когда ты вкладываешь большое количество денег в платформу, а потом… Дополнительные средства, какие-то возможности сайта. Доменные имени. Ну вот, это меньшая реклама, ну вот, дополнительные какие-то функции. Доменные имени. То есть, вот это, знаете, freemium-модель, да? Когда ты говоришь, даешь что-то free, за счет того, что даешь free, какой-то хороший продукт, в котором, в принципе, есть value, и люди этим value начинают, как бы, пользоваться, дальше ты говоришь, вот, какая-то улучшенная версия, продвинутая версия, мы уже вам начинаем ее продавать, да? Теперь представьте себе, что ты приходишь, и ты скачиваешь, и ты делаешь свой сайт, он, как бы, нормально выглядит, все в порядке. Но, скажем, свой domain ты поставить не можешь. То есть, ты можешь написать, как бы, взять сайт написать, чтобы был там www.wix.com slash там, Игорь, или Бас, или еще. Теперь, если ты нормальная фирма, тебе же неудобно на визитке писать, что это www.wix.com slash, там, название фирмы. Не солидно, да? Ты же хочешь, чтобы у меня был www.wix.com, название фирмы .com. Поэтому ты приходишь туда и говоришь, мне вот, все нормально, но мне вот свое время .com. Я говорю, нет проблем, там, я знаю, хостинг, та-та-та-та-та, тебе насчит, там, 10 долларов в месяц. Небольшие деньги, да? Но ты идешь на это дело, потому что ты начинаешь думать, что тебе сейчас где-то создавать, или в какой-то другой платформе, все равно покупать этот хвостинг, все равно ты деньги заплатишь. Ну, ну, ладно, я уже создал за то, что-то. А тебе представьте себе, что у них сейчас, например, там, вот эти вот 20 миллионов пользователи, и не все. Ну, скажем, 1 миллион. Это сколько процентов? 1 миллион от 20 миллионов. Какой это процент? 5 процентов. 5 процентов, например, нужно, чтобы вот этот вот сервис одиначий использовать. 1 миллион умножить на сколько? На 10 долларов в месяц, да? Сколько получается? 8 миллионов. На 12 месяцев? Сколько? 120 миллионов. 120 миллионов. На чего? На том, что просто сделали платформу, классную платформу, на которой можно сделать сайт. 120 миллионов, ребята. Почему? Потому что есть 20 миллионов пользователей. Почему есть 20 миллионов пользователей? Потому что все сегодня в интернете, и если у тебя нет сайта, это как будто у тебя там не существует. И поэтому любые компании хотят каким-то образом заставить вставить. Вот, когда я готовил презентацию, два полтора назад, я думаю, как, ну, как, ну, почему могут вложить эту компанию 60 миллионов долларов? Компания, которая разработала платформу для создания сайтов. Это не компания, которая разработала ядерную реакцию, да? Компания, у которой есть, я не знаю, там, нефтяная скважина. Даже там какой-нибудь металлообрабатывающий большой завод. Компания, которую организовали, там, три или четыре парня вначале, которые просто сказали, вот мы знаем технологию, там, флеша, мы ее сейчас, вот, как бы, сайтика, красивая оболочка, хороший юзер интерфейс. Вот развился какой-то бизнес. Почему? Потому что сегодня, вот, о чем, как бы, я хуйню вас подложу к этому, меняется немножко взгляды на вещи, на вещи, вот именно как вы будете будете. Большое количество пользователей находится вот в этом технологическом поле, где там живут, где там пользуются, для них это важно. И если мы вот этому большому количеству пользователей будем давать те продукты, которые, те сервисы, которые им важны, мы можем выйти на что-то, на большое количество пользователей. Как только у тебя создаётся большая база данных пользователей, ты, как бы, на хорошем плане. Почему? Потому что ты всем становишься интереснее. Ты можешь быть интересен на Google, ты можешь быть интересен на Facebook, ты можешь быть интересен на BIM-компании и так далее. Ты сам на них можешь делать вот таким вот образом тоже бизнес. То есть они могли бы что сказать, например, если кого вы помните, мы говорили, рекламу, да? Почему? Мы вот бесплатно выдаём, мы вот здесь добавим какую-то там рекламу, из-за того, что у нас там 20 долларов пользователей активный, мы с этим делом идём там в Google и говорим, ну вот мы можем там, давайте ваши AdWords будем сюда продавать и с вами будем делать там 50-50 бизнес. Нормально? Нормально. Ну, на каждом пользователе, если ты зарабатываешь, не знаю, 20-30 долларов в год. Бигмарик. А надо снижаться на количество пользователей за Repo. Что? За Repo и Синцев вместе с собой. Конечно. Это инфекция, если это не какая-то стабильная снижение, чтобы он у него всем мешал и отца выхода везет. Конечно, конечно. Всё это правильно. Просто я говорю, что даже вот здесь они пошли по одной бизнес-модели, но когда у тебя есть большое количество пользователей, ты уже можешь начинать играться, и ты уже можешь, как бы, попробовать сюда, пробовать сюда. Тачскрин. Ничего там, как бы, суда нет, но просто, как бы, показал, как бы, разные такие инструменты. Ребят, у нас сейчас первый рюмчик. Вопросы по первому вот этому сэшну есть? Вы сейчас пока находите в такой регулированной ситуации, когда я больше говорю, вы больше, как бы, слушаете, но постепенно это будет тоже меняться. Постепенно вы тоже начнёте говорить и участвовать в жизни.